Боевики нацистского полка АЗОВ и украинской нацгвардии либо отступают с потерями, оставляя после себя горы использованных бинтов, либо переодеваются в гражданскую одежду и пытаются раствориться среди мирного населения. Бойцы 9 полка народной милиции ДНР обсуждают отличия трофейных американских гранатометов, которые уже успели испытать в бою от оружия советского производства. Немного модернизировали, навесили планки, чтобы коллиматорные прицелы устанавливать. А так одно и то же. А это брошенный украинский БТР Буцефал. В нем закончился дизель, а подвоза топлива и боеприпасов нацбаты, запертые в городе, лишены. Жилые кварталы, над которыми утратили контроль украинские боевики, накрывают артиллерией. Не жалеют никого. Когда мы зашли, начали закидывать они градами и минами по нам и по гражданству. Рушить дома. Через один каждый дом в нем есть гражданские и в подвалах сидят. Есть дома до сих пор, где завалены семьями гражданские. Жителям Мариуполя, которых пока нет возможности вывести из-под огня украинских боевиков, бойцы ДНР стараются передать хотя бы хлеб и питьевую воду. Улица Застальская, 103. Девятиэтажный, четырехподъездный дом. Ну, возьмите, тут вот у нас хлеб, вода. Немного, вот просто смогли на себе дотащить. Как только здесь более-менее безопасно будет, надо будет всех выводить. Мы всех увидим. Люди на территориях взятых под контроль помогают.